Владислав Лиховидов. Город Волгоград, Россия. У нас было, получается, трое человек отдельно, когда, в принципе, наше подразделение не было с этого, куда мы едем. Потому что изначально мы должны были ехать на АПУК. Вот, то есть как раз в этот день мы узнали, что, в принципе, нас лезут на войну, и мы как бы не хотим участвовать, и поэтому сбежали. А это какое? Что касается боевой задачи, как мне кажется, для нашего подразделения, она была, наверное, больше как отвлекающая, как пушечное мясо, если так можно выразиться. Потому что все люди, которые служили вместе со мной, родовой состав, это были люди, которые, во-первых, альтернативщики, то есть это вместо срочной службы, кто идет служить. Во-вторых, максимальный там срок службы составлял где-то пять месяцев, вот я два месяца служу. Подразделение 33-й полк сформировалось недавно, и, в принципе, год, оно не должно быть ни задействовано, ни в каких командировках. То есть, скорее всего, нас ввели туда конкретно, но, соответственно, мы не знали об этом, чтобы там обстреляли нас. Вот пока кто-то, наверное, более подготовленный выполняет какую-то задачу. По телевизору вещают, и что говорит начальство, это то, что, как бы, войны там нет, просто люди заходят, встречают, как освободители, и все. То есть, даже по телевизору говорят, если есть какие-то потери у нашего состава, то это из-за неосторожности солдата, там, грубо говоря, упал, ногу подерживал. А на самом деле как? Да, на самом деле все и от ваших, и от своих гибнут. Потому что, ну, то есть, опять же, неопытность солдат, так как никто не знает, что за задачу вообще выполнить и зачем это. Ну, просто мне до сих пор непонятно, в принципе, зачем. Нужна эта война? Я не вижу в ней смысла вообще. Ну, то есть, территория? Ну, смысла нет. Мы, по факту, просто большую часть молодого населения сейчас потеряли, экономики загнали. Все считают, что Россия враги, и тут, в принципе, ну, как бы, люди тоже пострадали, дети, люди. То есть, вообще, тот, кто изначально этот приказ отдавал, я не знаю, может, он уже все, маразматик старый. Те, кто сюда собираются, вообще не должны сюда появиться, опять же, потому что нет смысла во всем этом. Вот. Я пошел служить срочно, грубо говоря, и из-за этого я теперь за месяц я поучаствовал в военных действиях, стал военным преступником и сижу в заключенном тур. Плюс, как я думаю, то что нас вряд ли будет, в принципе, обменивать, потому что, как говорят, что труп солдат не забирают. То есть, скорее всего, я тут останусь на максимальный срок.